Лето – традиционная пора прохождения трудовой практики для учащихся на пришкольных территориях. В процессе работы на учебно-опытном участке ребята не только осваивают ручной труд, но также знакомятся с основами охраны природы. В гимназии номер один все классы по установленному графику трудятся для благоустройства и озеленения территории своего учебного заведения. Мы поливаем, мы ухаживаем за нашими цветами, которые мы сажаем в школе. Нам очень нравится сюда ходить, потому что летом, ну, встречаемся мы только 1 сентября, а летом мы можем увидеть друг друга, поливать цветы, сажать их. Тем более приятно, когда ты приходишь в школу, а тебя встречают тут такие красивые очень цветы. По понедельникам, среду и пятницу мы поливаем, а в остальные дни можем прополоть, убрать что-то, подмести, ну, чтобы подготовить нашу школу к 1 сентября. Учащиеся ухаживают за цветами, поливают и пропалывают, убираются на пришкольной территории. Вся трудовая деятельность детей ведется с письменного разрешения родителей, и работают они не больше 2,5 часов в день. Я считаю, что это нужная работа, кроме этого, еще ведь это и трудовое воспитание. Но дети ходят, вот сейчас отрабатывает мой класс. Сегодня мы вот собирали, ну, ветки, палки, вчера был ветер все-таки, да. Вот сегодня и часть поливали детей, вот цветничок этот поливали, да. Убирали мусор, ветки, ну, взрослые рубили ветки, они убирали веточки. Прочищали мы сегодня лилии как раз, ну, засушливый же год, да. Организовать трудовую деятельность и заинтересовать детей в ее необходимости не так просто. Поэтому работают ребята под руководством учителей, которые не только направляют их, но также сами активно участвуют в благоустройстве территории. В этом году вы видели, что мы наш хозяйственный блок хотим сделать красивым, интересным. Это у нас новый учитель ИЗО работает. Она проявляет свое творчество, свою фантазию. Мы только дали направление, что нужно сделать. Она уже старается это направление выразить в конкретных каких-то формах. Каждый ребенок с удовольствием идет к нам работать, потому что это, во-первых, возможность пообщаться со своими одноклассниками, а самое главное – это помочь благоустройству нашей территории. Спасибо!